За первую смену, которая завершилась буквально несколько дней назад, в 532 лагерях Гродненщины отдохнули более 35 тысяч детей. Об этом заявили на прошедшем межведомственном совете в Гродненском обл. сполкоме. В последние годы востребованность детского отдыха в лагерях ощутимо возросла и уже не всегда получается удовлетворять ее силами только стационарных круглосуточных лагерей. Поэтому изыскиваются возможности по организации лагерей различного типа, с дневным пребыванием и пришкольных. Так, со второй смены в Гродненской области на базе 87 школ откроются лагеря круглосуточного пребывания. Ими станут учреждения среднего образования, расположенные в живописных местах и имеющие хорошую основу для того, чтобы на летнее время трансформироваться в лагерь круглосуточного пребывания. Современные пищеблоги, места для организации сна и досуга. Не только отдыхать, но и, возможно, познавать будущую профессию смогут дети, которые отправятся в лагерь аграрной или педагогической направленности. Там ребята не только отдохнут на каникулах, но и в профориентационных и практических целях узнают больше об аграрной или педагогической сферах. Всего за лето планируется оздоровить порядка 63 тысяч ребят, что составляет около 56% детей, живущих в Гродненской области. При этом на взрослых ложится большая ответственность за качественную организацию досуга школьников. Различные аспекты этой работы межведомственная комиссия проверяла на протяжении всего июня. Результаты, а также варианты решения обнаруженных проблем обсудили на совете в Гродненском обл. исполкоме. Нужно сказать, что таких серьезных системных нарушений в организации не выявлено. В поле зрения комиссии были, безусловно, такие вопросы, как пропускной режим, организация воспитательного процесса и, безусловно, вопрос организации питания. В организации питания точечно мы где-то увидели вопросы, связанные с функционированием технологического оборудования на пищеблоках, хранение продукции. Мы проанализировали, как к кем привозится, как выдерживаются сроки годности продукции.